Добрый день, Павел Николаевич. Не знаю, насколько он добрый. Судя по вашему расположению, дух обычный уже стал. Но в Савхозе происходят события, я бы их назвал хулиганскими действиями. Ребят, которые нападают на уже стариков, оправдывают это какими-то договорами и так далее. Аккаунт сломали ТВ-савхоз наш, Инстаграм. Ваш. Да. И от его имени что-то там сделали так, что временно заблокировали. Поэтому, Павел Николаевич, вопрос такой. Вот как вы, собственно, к этому ко всему относитесь? И какие-то вы перспективы-то видите вообще у этого рейдерского захвата? Как можно относиться к хулиганским действиям, к тому, что обижают пенсионеров, выкручивают им руки, дерутся? А какие-то люди, которые вообще никакого отношения ни к совхозу, ни к территории вокруг него не имеют. Вдруг приходят, начинают установить свои правила. Год назад мы об этом даже и подумать не могли. Но вот эта новая муниципальная власть, Спасский, Извеков и прочие служащие и работники муниципальных учреждений, они принесли вместе с собой абсолютно нестабильность, скандальность и тогда просто даже преступные действия. Мы стали такими заложниками вот этих вот людей, ворвавшихся во власть. Потому что мы же помним год назад перед Обренковой никаких этих ситуаций спорных и вообще ничего не было. И тут они специально пришли и начали устраивать нам тут из территории социального оптимизма территорию вечной опасности, недоверия. Какие-то пацаны, как вот полубандитского вида, не представляются, не говорят, кто они. Скрывают лица. Скрывают лица, поднимают руку на женщин пожилых. И просто на женщин, не пожилых, а вот как это случилось на этой известной встрече зазазистов с как будто бы населением, на которое почему-то по спискам надо было проходить. Все это укладывается в одну ситуацию. Первое, к власти пришли подлецы. Второе, то, что рейдерский захват, который, скажем так, они уже три года ведут, постепенно вступает как будто бы в завершающую статью. Поэтому этот беспредел, поэтому отсутствие воли у правоохранительных органов. А я был у прокурора позавчера и показывал документы, рассказывал, как вообще должна действовать муниципальная служба, как действуют муниципальные учреждения, как они заключают договора, как они должны предъявить все нам, ничего не предъявляют. Это вы прокурору объясняли? Да. Ну, а видно по прокурору, что он, скажем так, не собирается какие-то действия предпринимать. Видите, вот опять же, журналисты, которые на самом деле освещают, ну, это не журналисты, а вот, знаете, это вот эти люди, которых президент сказал, что они с низкой социальной ответственностью. Ну, вот есть такие, в том числе и люди с камерами, которые пытаются найти какие-то отрицательные стороны, найти людей, которые что-то говорят плохое. Пока у них это не получается, потому что все их вот эти вот измышления о том, что тут пенсионеров обижают. Почему? 262 пенсионера совхоза, и помимо этого огромное количество просто пожилых людей в совхозе, только с благодарностью относятся к нашему коллективу. Недавно они получали очередную материальную помощь перед Новым годом, и ни одного слова плохого в адрес коллектива и в адрес директора не было сказано. Они прекрасно знают, что клуб «Золотая осень», который перешел в ведение правкома профсоюзного комитета, кстати, вот эту Матерпалму, Зенину, которую обидели, она как раз и является председателем клуба «Золотая осень», председателем профсоюзного комитета совхоза имени Ленина, который знают и уважают все без исключения. И вот это четыре молодчика, которые ворвались в помещение, принадлежащее совхозу, и начали там что-то клеить, оскорблять ее, не представляться, она-то им сразу сказала, что я такая-то, такая-то, а они что делают? И поэтому это все, опять-таки, ясно, кто их вызвал, кто туда их направил, почему они так без пардона себя ведут, потому что захват дворца культуры, который они совершили, остался безнаказанным. Милиция собралась и уехала. И я звоню муниципальным служащим, там, замглавы Ленинского городского округа, главе городского округа, никаких мер не принимается, они назначили какого-то, уже, вот, честно сказать, я даже не знаю, как его охарактеризовать, но бывший офицер не должен так себя вести, безобразно. И наших сотрудников не пускают списывать счетчики, мы не можем войти в помещение, принадлежащее совхозу имени Ленина. Это незаконное действие. Конечно. А прокурору, вы говорите, что не стал реагировать. Ну, мы, дело в том, что мы ему же пишем письма по электронной почте, он на них не реагирует. А встреча ваша? Мы привезли и показали просто, что, вот видите, вот такого-то числа, вот отметка, вам направлено такой-то документ, ну, сделать что-нибудь. Хорошо, мы будем разбираться. Я вам перезвоню, узнаю, что там, как, в результате ни звонков, ничего. Ну, они же там продолжают. До сих пор там три человека ночуют. Причем, как можно ночевать в артистических или в детских раздевалках? То есть, такое-то они охраняют уже за такой инвентарь. Ну, они ничего не охраняют. Дело в том, что там имущество, которое на протяжении, наверное, 20-ти лежит, ну, в разные годы купленное, конечно, лежит никогда никому не нужно. И достаточно подписать акт, скажем так, на хранение этого имущества или забрать его. Мы же им говорим, заберите свое имущество, нам оно не нужно. Они говорят, что там, по-моему, на 6 миллионов мы им предложили, что если что-то вам не нужно, вы не сможете демонтировать, мы выкупим по остаточной стоимости. И спокойно уйдете. А все остальное заберите. Никто же не против того, чтобы мы забрали свое имущество и уши. А это, знаете, на что похоже? Когда ты сдаешь в аренду квартиру, а потом твой жилец говорит, слушай, я, правда, ее захламил, эту квартиру, там противопожарное состояние ужасное, мы об этом уже говорили. Но поскольку там лежит вот моя ручка, поэтому я нанимаю охрану, ты в свою квартиру не войдешь. Ну, такая сказка про зайчика и лисичку. Но только тут не лисичка, а какой-то бандитский какой-то криминал.